Если в прошлый раз Толяна убивал настоящую крысу, то в этой серии ему придется столкнуться с деятельностью крысы в банде лютого. Кто-то слил инфу о том, что в бар Малина двигается караван с серьезным хабаром, и этот караван был ограблен, а все его члены убиты. Стоило бы выяснить, кто предатель. Не забывайте оценивать видео, если оно вам понравится. А в комментарии можете написать вот что. В игре можно найти Доширак и Ролтон. А как вы считаете, что из этого лучше? Приятного просмотра. Продолжение следует... Можно использовать ключ, смотри. Неужели ключ? Вау, это моя снаряка, которую у меня тогда забрали. Правда сейчас мне это в принципе не нужно. И тут все мое, да? О, топор, кстати. Вот аппарата у меня не было. Топор, который наверняка получше, чем ножичек. И может быть даже дальность атаки у него лучше. Ну и что, смогу ли я тут все забрать? Ну давай что-нибудь заберем. Ну я если честно думал, хабаришка тут будет конечно получше. А это так, шляпа в принципе. Да, тут конечно есть. Не понял, ты на меня агришься там? Кто-то кричит, какой-то бандит. В общем-то тут есть электроника. Мы ее можем разобрать, наверное, пойти попробовать. Хотя если я возьму телевизор, то буду уже на перегрузе. Кстати, активированный уголь, которого у нас много, было до того, как меня конечно по голове ударили. Пропавшую колбасу я пожалуй трогать не буду. Кстати, было бы классно, если бы со временем продукты портились. Типа там из обычной колбасы она становилась плохой. И где-нибудь у Толика на базе был бы холодильник, в который это можно прятать и в нем вот не портится. Ну конечно, это я уже иду куда-то в сторону. Возможно ненужного реализма. Ладно, это что такое? Пустой огнетушитель. Ну и в общем-то остальное мне тут не особо нужно. Сами видите, кака какая-то. Ладно, хорошо, тайник Егора Крыса мы нашли. Золота там не было, богатства его тоже не было. Причем это, ну по сути, это не Егора Крыса был тайник, а тайник с моими вещами, да? Ну, типа того. Ладно, сейчас я сделаю что? Я пойду отнесу телевизор, разберу его на детали. Ну в принципе все, что нам еще остается? Ждать сообщения. У меня аж 56 бинтов, кстати. Это много. Работа есть? Нет, ясно. Стоп, так топор-то у меня был же. Я еще отмечал, что у него текстура странная. Представляешь, со мной так долго не было моего снаряжения, что я уже забыл. Кто это у нас тут? Паша Соколбомж. Теперь тут на этой куче наши бомжи околачиваются, а раньше ведь вражеские какие-то постоянно появлялись. Жить не давали. Кстати, я же задание коммерса провалил, где надо было отдать радио. Потом меня кинули на деньги и, в общем-то, плохо все получилось. Интересно, коммерс мне даст еще работу или все? Работа есть? Ты плохой работник, мне такие не нужны. Иди в помойках, Ройси, это у тебя лучше выходит, ясно? Я заказать кое-что хочу. Пистолет нормальный, ружье, ну, в общем-то, тут можно, видимо, нормальное что-то заказать. Медикаменты 15 тысяч, ясно. Квест коммерса раз провалили, все, больше не будет. Ну, в принципе, это правильно. Привет, дорогой, тут мой брат, прийти, да? Подходи к нам, поговоришь с иным. Это надо к Вазгену возвращаться, пошли. Так, вот это тот, что ли? Это твоя копия, по сути, слышь? Ты еще, Захер, валы отсюда, пока я тебе на лопатку не положил. Я вообще мастер спота-боец. Так это ты наш новый работничек? Ну, я, и че теперь? Может, какие че проблемы у тебя, а че? Я боец-мастер спорта, тебе быстро на лопатке улежу, понятно? Да ты знаешь, кто я вообще? Я тут всю свалку держать скоро буду. Боец он. Ха, да что ты сделаешь против ствола? Иди давай, работай в пункт приема металла. Я твой ствол пополам сломаю. Иди работай, живо, иначе бабло не заплачу. И жизни решу. Чтобы я пришел к металоприемке, и ты там же сидел, как штык. Ага, выполни на эти замену. Нового скупщика я нашел, все чики-брики. Это я сообщаю лютому. Четкая работа, так бы сразу и без выпендрежев. Я вышлю тебе охрану на точку. Что дальше? Стол почему-то, кстати, в воздух взлетел, непонятно. Не понял. Толя, Толя, у нас проблемы. Тут какие-то гопники пришли с бумбоксом к барахолке. Я им сказал, чтобы они свалили, а они нож достали и сказали, чтобы я им не мешал. А тебе никакого толку все приходится делать самому. Разобраться с гопотой. Пухтинский написал сообщение, что какие-то гопники приперлись с каким-то бумбоксом к моей заброшке и мешают там всем. Попытки их выпроводить приводят к угрозам с их стороны. Необходимо разобраться с ними. Ну, пойдем попробуем. Чувствую, сейчас будет перестрелка жесткая. Своё радио тут поставили какое-то. С кем поговорить-то из вас не надо. О, чё за бомжара? Может порезать тебя? Ты чё, обалдел? Базар свой фильтруй. Я туда главный, и это моя заброшка. Наркоманов я перебил и вас перебью. Слышь, дядя, ты чё, батон на нас крошить задумал? Мы тебя в два счета на перо насадим и опустим. Я смотрю, у петушара нормально не понимаете, придется валить вас либо... Короче, так. Я тут главный. Если проблем не хотите, то не делайте нервы мне и моим людям. Если хотите тут тусоваться, то будете впрягаться в случае разборок. А если нет, то валите нах. Ага. Слышь, Толик, тут маза есть в натуре, заваливай ко мне на малину. Ну, я думаю, что это правильный был вариант. Типа, договориться. Может быть, они действительно будут там помогать нам в случае чего. Короче, моя логика проста. В каком варианте больше текста, тот правильный. Ха. Чё хотел? Да вот, маза есть одна. Ты человек боевой, и я подумал, что лучше поручить такое дело тебе. Что за дело? К нам тут с красного бора братва подогрев послала. Время неприлично прошло уже, а братков с нишняками так и нет. Боюсь, не напорулись ли они на каких-нибудь собак одичавших или еще чего. Так что сгоняй, проверь. Я баблом не обижу. Ладно, гляну, что там да как. Будем надеяться, что все чики-брики. Они с красного бора должны по главной дороге идти. Так что, думаю, ты их не пропустишь в натуре. Бывай. По главной дороге не отмещается, да? То есть, подгон найти бандитов. Людый сказал, что братве на малину должны были занести ништяки от братвы из красного бора. Но время идет, а братков так и нет. Рахан бандитов обещал неплохо заплатить, если я найду курьера. Курьеров. По главной дороге с красного бора. Красный бор у нас находится вот тут. Да. Значит, нам нужно выйти вот на дорогу и идти вот, собственно, по ней. Вот и все. Ну, пойдем. Три человека какие-то тут. Они не под мостом, случайно? Или это все-таки с той мусорки три человека? Да что-то даже не знаю. Под мостом никого. Пойдем пока далее. Не, металл, кстати, довольно-таки часто спавнится с периодичностью. Интересно, а детектор его захватывает? Ну, металлические вот эти баллоны, например, кастрюлька тут. Детектор, мне кажется, вообще ничего не захватывает. Не знаю, что конкретно он должен ловить. Может, эти дураки в кислотной аномалии где-то померли? Ну, не знаю. Не вижу, в принципе, никого. В общем-то, никого. Где-то что-то я пропустил. О, смотри, смотри, смотри. Что-то улавливается. В смысле, ведро? Да, походу, ведро. Уловилось. Эм, жестяное ведро. Наверное, дорого стоит. А, у меня же металлиста-то нет. Хотя, теперь это должен работать. Не это? Как я это унесу, дед? Ну да, по сути, это уловилось. Не, ну, наверное, это стоит дорого. Газовый баллон 10 килограмм. Охренеть, я на перегрузе. Короче, ясно, он улавливает металл, который, видимо, только появляется, когда достаю вот эту приблуду. Если я ее убираю, то через некоторое время баллоны исчезают. Да, действительно. Ясно. И чем лучше прибор, тем выше вероятность, что выпадет что-то годное прям, да? Ну, то есть, кусок золота вряд ли, потому что такой кусок золота, который я в этот раз нашел, стоит очень дорого. Ну, думаю, там, ну, жирный кусок. Я даже не знаю, какой металл ценится. Чуть-чуть меньше, чем золото. Так, хорошо. А, там, по-моему, есть... Нет, это трава. Хотел сказать, есть труп. Ну и что? Ну и ничего, я не могу никого найти. В кислотной аномалии тоже никого не вижу. Как я раньше не обратил внимания, то, что... Понятно. Короче, тут трупы какие-то. Граната. Прогчайте. Это была петарда Корсар-5. Что, в принципе, не страшно. Так вот, что это за три пацана были? Смотри, какая гадина. За бомжей! Ага, все, вроде всех поранил. Двух оставшихся. Ну и мы их добиваем, разумеется. Поговорить с ними вряд ли можно. Даже если можно, то не особо-то и нужно. Сообщить лютому о том, что произошло. Тут какой-то контейнер выпадает. Не понял. Контейнера. Стальной контейнер, который был найден возле трупа бандитов. Плотно закрыт. Герметичен. Имеется замочная скважина. Что находится внутри, неизвестно. Понял. Ну и, собственно, обыскиваем бандитов, у которых что-то забираем себе. Я уже даже пива не собираю, потому что зачем? Ого, это был настоящий ПМ, хоть ржавый, представляете? То есть, братва-то серьезная напала на другую серьезную братву. Компуктерная клавиатура. Ох, кстати, а это же серьезные таблетки, да? Да, едит калия, который 240 секунд действует. Что ж, можно все вышки обыскать. Ну и, наверное, придется выкидывать что-то. Ай, ну вот эти же две штуки по 10 килограмм. Пустая канистра? Ну, не знаю, допустим. Слушай, а в нее можно водку сливать? Ха, крышка от люка, 42 килограмма. Как ты ее таскал, дед? Понятно, и тут последний вроде как остался. Да, последний был. В общем-то, все, я так понимаю. Идем и сообщаем Лютому, с контейнером возвращаемся. Кстати, смотрите прикол. Непосредственно Лютому свой нож я могу продать за 1274 рубля. Тогда как вот этому дурачку за 191 рубль. Ну, конечно, у него ограничено намного, у Лютого. Денежный запас, его 6000, можно у него выторговать. Поэтому как бы да, пневматически за 2900, извините меня. Ну давай, Люта, забирай. 611 рублей пацану оставили. А у меня 26000. Ну так сообщаем ему, конечно. Ваших братков бомжары перебили. Похоже, они знали о подогреве из красного бора. Вот жесть. Обалдели в конец бомжары. Как вообще не могли об этом знать. И что с ништяками нашими? Я ничего не нашел, скорее всего, с ними. И еще один, который унес ваши ништяки. То есть это обмануть Либо. Наверное, среди ваших крысы завелась. Вот этот контейнер я нашел около трупа одного из братков. Давайте, типа, поступим в этом случае по-правильному. Может быть, он знает даже. Ну, типа, не будем крысить, окей. Хоть он мне не очень нравится лютый, он мне вообще не нравится. Я бы его с удовольствием сместил, но крысить я не буду. Да, это наш контейнер. Жалко братву, конечно, в натуре. Эти черти бомжарские совсем попутали, ёпта. Вот твоя награда. 2500. Бывай. Ага. Ну все. Ведра я могу тебе еще продать по 10 рублей. Не густо, конечно. Плюс пивасики ему можно продавать. Водку. Причем он очень дорого покупает. Интересно, у него деньги со временем обновляются. Ну, в общем-то, все. Это что такое? О, налобный фонарь. 4700 стоит. Слушай, а мне нужен, потому что ночью, когда играешь, ничего не видно. Давай купим, а что? Вот я сейчас прям эти 4700 и заработал. Смотрим. Вообще красота, согласитесь. Давайте лучше. Я не пожадничаю, куплю за 4000, за 5000 почти, да, этот фонарь. Потом отработаем как-нибудь. Хорошо, дальше что? Баганный квест. Баганный квест. Канистру не знаю, где взять. Продолжить поиски убийц и тоже непонятно, что с этим делать. Ну, пока что-то как-то не знаю. Пока, так скажем, тупичок. Я не знаю, что бы попалось в контейнер, если бы я его оставил себе. Скорее всего, его надо было бы отнести к технику, и он бы вскрыл, но я сказал, я попытался пройти по-честному. Хотя, честность и бандиты, да, ну, я понимаю, вещи несовместимые. Пойду посмотрю, что там за товары у нового металлиста. Ле, какие братки. Ты что тут с трупом сидишь? Продает телефоны мобильные. Вот опять-таки, говорю же, надеюсь, я не профукал момент. И действительно, он будет продавать, если что, детектор тот крутой, потому что... Ну, блин, 100 тысяч накопить, на самом деле, это сложно. Это что же я там должен ходить собирать? Короче, у него, кстати, есть спальный мешок. Ни хрена себе, 8 тысяч. Так вот, он опять продает канистру 5-литровую. Давайте купим и посмотрим. Кстати, 5-литровая канистра, черт возьми, так понимаю, она на одно использование, но при этом она действует всего 4 секунды. Та же Путинга сколько действует? 2 секунды. А тут, блин, 5 литров. Причем она весит 5600, то есть ты хочешь сказать, что 600 грамм весит вот эта тара пластмассовая? Ну, не знаю. Короче, что я хочу? Я хочу купить за 5000, да, и пойти попробовать сдать по квесту. Это же канистра со спиртом 5 литров, бывает. Или я уже, кстати, не выполнил этот квест, я даже не помню, кто мне его давал, понимаете? Кто мне это давал, этот квест спирта много не бывает. Саид из приема стеклотара обещал неплохую награду за 5-литровую канистру с чистым спиртом. Возможно, кроме бабла припадется еще стопка-другая огненной жидкости. Где должен найти эту канистру? Спавнится ли она постоянно там в тоннеле, в котором мы уже ранее брали эту канистру? Не знаю. Но мне не нравится, что этот квест висит. Конечно, сейчас на мне рублей 500 даст, скорее всего, да. Сейчас проверю. Кстати, что там такое лежит? Это кирпич? Слушай, это стайничок. Тут дошираки и гранаты. Ага, нифига себе. 6 гранат. Ну или петарды, они как-то реально взрываются, так знаешь. Написано граната. Ну и 5 дожиков. Нормально. Но там дальше я, в принципе, ничего не вижу. Поэтому не буду туда лезть. Не, больше тут канистры нет. Ну, разумеется, что он бесконечно спавнится будет? Ну, я на всякий случай проверил. Потому что мусор возобновляемый на мусорных кучах. Он появляется там снова, как я понял, по моим наблюдениям. Думал, может, с канистрой тоже самое не обойдешься. О, тут тоже граната. А, ну, скорее всего, с того тайника эти дурачки кидались. Полтергейсты. Вот Саид принес канистру. Канистра надо дать целая. Обижаешь, Саид. Все, в ажуре, смотри. Слушай, ты коннешно не обижайся. Просто убедиться надо, Билла. Вот твои деньги хорошие, кстати, деньги. 5500. Ну, на 300 рублей я ушел в минус, но уж квест-то выполнил. Козырные бабки за такую херню. Я доволен. У тебя можно еще бабла поднять? Нет, заходи позже. Возможно, появится работа, видимо. Короче, я не считаю, что я особо в минус ушел. Нормально. Ладно, что далее? Квестов-то не появляется. Напаять алкашей отравой. Да понятно. Спирта много не бывает. Найти канистру бензина. В смысле, а что он до сих пор висит? Ага, я же стал квест. Алло. Странно. Ладно. Это же Саид. Это Саид. Я не знаю, ребят. Такие вещи происходят. Наверное, потому что я квесты сразу не выполняю. А вот надолго их откладываю. Ладно, нам что надо? Нам надо поспать, скорее всего. Блин, а там ломка начнется. Вообще не варик. Ого, а это что он начинает продавать? Стальной шлем. Который имеет очень хорошую психизащиту и броню. Офигеть. Пригодится, наверное. Бандитская куртенка есть. Наверное, к тому же покупаем спальный мешок. Че уж. Ну, 8500. Ну и что? Окей. Могу себе позволить. Га-га-га. Ну и ложимся, скорее всего, тут прям спать. Надеюсь, они меня не ограбят. Спим до, наверное, утра. До 8 часов. Сейчас у меня начнется ломка. Опа. Сообщение пришло от Лёхи Пухты. Пока, кстати, нет. Кушаем вкусную консерву. Но издание дождаться ночи. Да ты смеешься, что ли, дед? Да, да. Ну, началась ломка. А я не знаю, смысл сейчас употреблять, если мне опять нужно, по сути, лечь. Подожди, а что он мне сообщил-то? Че-то я не успел прочитать. Лёха Пухта дал знать, что Седой замышляет нападение на мою заброшку. По информации, сделать он это планирует ночью. Необходимо дождаться этого времени суток. Седой, это вот это, что ли, дурачок? Нет, это лютый. Я, если честно, забыл, кто такой Седой. Заброшку? Ну, пойдём, короче, дойдём до заброшки. Там, наверное, ляжем спать до ночи. Вмазывать сейчас не буду, потому что смысла нет. Ведь я, ну, посплю, типа, много, и у него опять ломка начнётся. Да, тоже всегда немного, скажем, удивляло, как вообще в сталкере история сообщений странно построена. Это в оригинале так же. Типа, непонятно. Тут не в хронологическом порядке как-то идёт, а странно идёт, да. Мы на заброшке. Я так полагаю, что вот этих пацанов мы могли тогда замочить. И сейчас бы в грядущей битве они нам не помогли. И мы бы, типа, своими силами сражались, сопротивлялись. Дождаться ночи, это сколько-то? Ну, спим до 12. Ааа, ему не хочется спать, точняк. Ну да, ну да. А время только 9.24, прикинь. До ночи много ждать, давай в картишки поиграем. Ой, разраб, ты что, предусмотрел? Как классно. Какой ты молодец вот за это, реально. Это реально круто. Придётся вмазаться, да? Ну, давай вмажемся. Покушаем. Ночью я дождался, дальше что? Перетерез пухтой. Лёха, ну что? Пухта, ты бессмертный. Потому что не уверен я, что получится мне сохранить твою жизнь. И как же, блин, у меня колбасит. Ещё где-то полторы минуты будет колбасить. Чё-то я не подождал, дурак. Перетереть пухтой новое здание. В смысле? А чё с ним перетирать-то? Всё, мочимся. Мужики, а вы чё сидите? Эй, алё. Пухта. Сидой совсем офигел, пора бы и нам с ним разобраться. Он лишился благодаря этому набегу 15 своих бомжей. А это значит, что у нас неплохие шансы взять под контроль его ангар. Не, подожди. Мы с ними ещё не справились. Так рано говорить. Это же удивительно. Или мы там реально 15 бомжей? Бомжи, помогайте. Вот, кстати, не бомжи. Это братки вроде какие-то. Бандиты, да. Так, меня отпустило. Тех вообще не видать. Попробуем поближе подобраться. Ну вот они на дороге стоят. У меня есть гранаты, кстати. Шесть штук же. Давай попробуем. Семь даже. Правда, они какие-то такие пикарды странные. Где я себя правильно кидаю? Чё-то пока никого не убил гранатами. Хотя кидаю я вроде правильно. Или неправильно? Да не, правильно вроде. О, по мне больно бьют. Только один труп что ли? Все выкинул. Ладно, один точно есть от меня. Также второй либо от меня, либо от кого-то из наших. Вообще нихера из-за кустов не видно. Да, по темноте. Красота. Можешь попробовать сблизиться как-то. Вот так вот. А, ничего себе тут трупов, кстати. Обошёл дураков. Ага. Что он сказал? Лови камшот. Что это значит? Ничего себе у меня сваншотил. Может быть стоило бы с боевым пистолетом? Этот с травматом играю. Да чё-то не знаю, травмат тоже неплохо себя показывает. Так. Очень многих перебили. Все, ранены что ли валяются? Забираем оружки. Ну и самое ценное. Компуктер, кстати. Вернее, монитор. Все, отроди атака выполнена. Давайте перебыскиваем дурачков. Забираем самое ценное, как я уже говорил. Пока Леха не начал лутать. А он уже начал. Не, все-таки гранаты я их маленько подамажил. Там вроде ранены валяются. Да. Которые жёлтые. На нашей стороне пацан сражался. Понятно. Теперь надо поговорить с Лёхой Пухтой по поводу штурма уже Депо, видимо, да? Ладно. Лёхой Пухтой по поводу штурма.